Да, быстро для меня это раньше, чем через неделю. И если вы не смотрели прошлый ролик, который был про лизера и его пачку сигарет, то поскорее исправьте эту ошибку, ролик получился довольно интересным. А сегодня у нас флэш и его крылья. И как обычно напоминаю, Cloud Rap 1.2 недавно обновленный видеокурс. Чтобы заказать, напиши мне, ссылка на меня в описании. Подробнее о курсе в конце видео. Погнали! И посмотрим, какие звуки у нас есть. Bad Bass, Guitar 1, Guitar 2. Это две акустические гитары. В оригинале использованы, по-моему, все-таки электрогитары. Или акустические, очень мягко звучащие гитары. В любом случае. Я не нашел максимально подходящего сэмпла. Возможно, это сэмплирование, возможно, нет. И поэтому решил использовать вот эти звуки, которые есть у меня в арсенале. Потом. Такой вот стандартный базовый набор, с которым можно сделать практически все, что угодно. Давайте начнем. И начнем из клэпов. Как обычно, с самого интересного. Пропишем сразу же на 8 тактов. И еще. Под прошлым роликом многие сомневались по поводу BPM. То, что типа 154, а ты типа не упал, там слишком быстро. Типа максимум 110. Если вам интересно, можете проверить сами. Сегодня у нас BPM, например, 155. Это на целый 1 BPM быстрее. Вернемся к биту. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь давайте пропишем партию символа. Она сложнее гораздо, потому что нужно на ноту Ля опустить символ. Потому что так звучит круче. Более, знаете, задумчиво звучит этот символ. Теперь отыгрывать партию Snare. Теперь пропишем Kick. У него довольно интересная партия. Ну, я всегда так говорю. И она всегда довольно простая. Вот такая партия Kick у нас получилась. Она вот точно такая же, как в оригинале. Получилась довольно динамичной. Не сказать, что прям суперинтересной. Но, по крайней мере, довольно динамичной. И давайте к ним уже прикрутим шейкер. Прикрутили. Больше он звучать никак не будет. То есть сразу после Kick'а звучит. Так, теперь Open Head. Будет интереснее. Но нужно писать его особенно вдумчиво. И осталось одно, последнее место, куда бы засунуть наш Open Head. Да. Хорошо, идем дальше. Теперь закрытый Head 2. Потому что он... Потому что у меня они перепутаны места. Потому что на самом деле первый. Делаем вот так. И просто Ctrl-B зажимаем. Готово. Но не совсем. Сделаем переход на одну, вторую. Готово. Теперь первый Open Head. Дальше. Готово. Ударные все прописаны. Теперь давайте пропишем мелодию. Она тут не менее интересная. И начнем, наверное, в следующем паттерне для удобства. Потому что мы сначала пропишем первую мелодию. Звучать она будет вот так. Тут первый паттерн звучит вот так. Второй паттерн звучит вот так. И предлагаю вам поставить на паузу и угадать в комментариях, какая нота будет идти вместо ля вот в этом месте. У вас есть секунда. И эта нота соль. Я уверен, конечно, вы угадали. Даже если вы не угадали, не обязательно кому-то об этом рассказывать. И предлагаю вам выяснить, какая нота будет здесь. И это, конечно, это ми. Вот. А потом... Вот и все. Это наша основная мелодия. И также у нее есть ноты поддержки снизу. Вот и все. Так, теперь давайте все это чуть-чуть приубавим и сделаем Alt-Queue. Вот и получилась такая мелодия. Теперь вторая мелодия, она не менее интересная. Она будет отыгрывать наши дополнительные ноты. Она будет дополнительной мелодией и будет немножко помогать на заднем плане, так скажем. Вот как-то так. Вот. Да. Вот эти нотки длинные будут играть на нашей вспомогательной ноте. Которая нижняя нота, она же басовая нота. Ну, с небольшими исключениями. Вот, например, смотрите. Вот здесь вот у нас получится диссонанс. И если мы поставим на ноту До... Мне не нравится, как это звучит. Поэтому я ставлю на Ре. Чтобы совпадало со фнано-мелодией. А здесь у нас будет Ля, Диез, она же Си-Бемоль. И вот смотрите. У нас здесь басовая нота, это Си-Бемоль, она же Ля-Диез. А здесь вот просто Ля, и поэтому они вместе звучат. Ну, такой диссонанс получается, потому что тут между ними всего полутон. Можно, конечно, ее опустить и получить вот такое звучание совпадающее. Но мне не хочется. Я хочу сделать вот так вот, чтобы получилось поинтереснее. Вот. И получаем такую интересную мелодию. Также жмем Alt-Cube, Accept, Alt-X подровняем. И можно больше ничего не делать. Просто клонировать. Также можем сразу прописать серым по нашим басовым нотам. В этом нет ничего сложного, потому что он будет у нас еще играть в Гросс Бите. По-моему, в оригинале он играет в Гросс Бите, поэтому мы и сделаем так же. Так, и давайте все это перебросим в наш главный паттерн. И тут же пропишем 808-й бас. Как мы его пропишем? Ctrl-C, паттерн, кика, Ctrl-V, 808-й бас. Просто переносим эти нотки по ноткам нашей басовой мелодии. Получилось очень низко, но просто пока перенесем на октаву вверх. Обязательно у баса должен быть включен Cut It Self. Вот видите, у меня он включен. И еще на мастере нужен софт клипер. И давайте сразу его подровняем. Воспользуемся нашими любимыми настройками. Так, сначала Out. Можно даже чуть-чуть подкратить. Вот, да, вот так. Теперь можно забустить немного. Конечно, пока убавим. Потому что нам это нужно будет, чтобы получить немножко перегруженный звук в дальнейшем. И сразу по ноткам пройдемся. Так. В оригинале тоже, по-моему, из баса всего три нотки играют выше. Ну, как бы для придания какой-то такой, какого-то более живого звучания. Так. Все это можно скинуть на мастер. Давайте скинем вот в первую очередь инструменты. Ctrl-Shift-L. Из них сделаем сразу групповой паттерн. Он уже сделан. И потом скинем на четвертый канал серу. На пятый канал скинем бас. Потом все остальное. Выделяем. Ctrl-Shift-L. Сделаем сразу групповые каналы снера. Потом хэтов и перкуссии. Канал кика можно перенести сразу к ним, потому что он у нас один. И сразу из четырех этих звуков сделаем групповой канал ударных. Назовем каналы первыми буквами. Прекрасно. Так, у нас все скинуто на мастер. Давайте сделаем паттерн Гросс бита для нашей мелодии. Басовый. Во-первых, сразу его немного зажмем по стерео базе и убавим, потому что очень широкий звук. Это, кстати, тот пресет, который я уже приложил к прошлому проекту, который уже лежит в моем паблике ВКонтакте. А чтобы там появился этот проект, проект этого бита, нужно набрать под этим роликом 2000 лайков. Тогда я его выложу также в своем паблике ВКонтакте. Ссылка на который будет в описании. Теперь вешаем на него Гросс бит. Я для своего удобства ее немножко увеличу. И делаем все это в Empty Pattern. Сделаем точечку вот здесь вот, правой кнопкой. Сделаем точечку вот здесь вот, тоже правой кнопкой мышки. И делаем, тоже жмем на нее правой кнопкой мышки. Выбираем Single Curve и делаем вот так вот. Где-то, видите, вот одно деление мы на половинку этого деления приопускаем. Потом делаем вот так. Чтобы получить именно такое звучание. Потом можно правой кнопкой мышки создать вот такую штуку, такую штуку, такую штуку. Вот сюда нажмем Single Curve и... Вот, мне кажется, примерно там так и было. Там точно был вот этот спад, типа Tape Stop. И вот это я уже добавил от себя. То есть, чтобы немного разнообразить звучание, у нас одна четверть такта играется на октаву ниже. То есть, просто с замедлением в два раза. Как-то играет с мелодией. В мелодии пока дофига баса. Так что это не очень читается. Сейчас мы это исправим. Давайте займемся мелодиями. Вот, по крайней мере, главный и первый. Она у нас будет обрабатываться ревербом. Она у нас будет обрабатываться дилеем третьим. Она у нас будет обрабатываться эквалайзером. Еще можно добавить Saturn. Как раз для нагрева небольшого. На первое место ставим Saturn. Потом ставим delay. Потом ставим reverb. Дилей все это пока отключаем. Идем в Saturn. Понатыкаем сейчас разных интересных регионов. Нам нужно подогреть наш звук посередине. Можно прям ничего не делать. Вот, вармтейпом его и греть. Или попробуем клинтьюв. Разница минимальная. Также клинтьюв немножко подогреем нижний интервал. Вверх, наоборот, чуть приубавим. Отлично, как-то так. Теперь идем в delay. И настраиваем пинг-понг дилей. Сделаем 0% левел, чтобы было... То есть одно повторение. В это ставим где-нибудь процентов 15. Вот так, да. Все-таки я взял левела побольше. 10%. Теперь реверб. Реверба нам нужно дофига. И можно даже добавить немного стереобазы. А не как обычно я убираю. Вот. Отлично. Теперь Procure. Тут нам нужно его немножко смягчить. Этот звук просто чуть-чуть запилим вверх. Чтобы получить вот такое звучание. Теперь идем ко второй гитаре. Абсолютно похожий набор. Также delay, также reverb. И также эквалайзер. Так, reverb. В общем, можно было взять ту же самую настройку. Акна сузим немного. Чтобы выделить первую гитару на передний план. Так, delay ставим на первое место. Потом reverb. Настраиваем delay. Есть разница, как располагать плагин. То есть, таким образом, у нас сначала звук идет в delay. Потом в reverb. И только потом в эквалайзер. И это очень-очень важно. Тут поставим тоже 10%. И здесь поставим процентов 14. Вот так, да. И на эквалайзере довольно сильно запилим вверх. И теперь идем на групповой канал. Да, именно такой звук нам и нужен. Идем опять же сюда, также ставим эквалайзер. И можно еще бахнуть максимус. Ну, просто чтобы звук был круче. Потому что все круче с максимусом. И запиливаем дофига низа. Потому что его просто очень много. Вот сначала, наверное, ставим... Сначала максимус, потом эквалайзер. Потому что, если мы даже запилим низ, то максимус нам его вернет. Ну, и можно еще самый верх чуть-чуть отпилить. Вот так. Вот с капельку совсем. Просто чтобы звона было поменьше. Вот такой звук получили. Мне все нравится. Можно еще даже немножко это расширить с помощью A1 стерео. Вот как-то так, да. Послушаем с басом. Даже вернем в него немного стерео. Теперь давайте перейдем к бету. Бас мы сразу обработаем пресетиком. Это будет тестовый мой пресет. 808.1 тест. И сейчас я поясню, что тут к чему в этом пресете. Во-первых, Wayshaper. И давайте сразу поменяем местами. Airbus должен быть на первом месте. Airbus басовый процессор. В данном случае нам нужно поставить его на 60 Гц. Потому что именно это примерно главная частота нашего баса. Я это уже знаю. Потому что я посмотрел. А вы можете об этом узнать. Посмотрев на любом эквалайзере. Где будет наше самое жирное место, грубо говоря. Потом Wayshaper, чтобы подогреть. Ну, Soft Clipper, чтобы просто... Он работает здесь как лимитер. Даже не как компрессор. Можно его, кстати, было выключить. Но вот у нас после этого идет компрессор еще. Так, зачем нужны вот эти все настройки? Это добавляет читаемости. Это просто отпиливает лишний верх. Потом вот этот убирает гундеж. Которого у меня почему-то всегда много. Поэтому я всегда его с запасом выбираю. В конце концов 200 Гц вернуть это недолго. И просто отпиливаем самый низ. Вот такая настройка. И лимитер в режиме компрессора. Вот и все. Перейдем к ударным. Так, на клэп можно повесить коротенький ревербератор. С моим любимым пресетом. Показывал его в прошлом видео. Вот так. Слушаем со снеяр вместе. Слишком много ревера. Вот так. Просто, чтобы он чуть-чуть был. И чтобы можно было немножко расширить звук. Вот так. Потому что реверс создат больше сайт составляющей, которую мы как раз увеличиваем с помощью 1 стерео. Теперь хеты. Давайте сначала вот этот хет обработаем. Тоже вот тем же самым пресетом. Только не этим пресетом, а вот этим пресетом. Вот так вот тоже. То есть, чтобы тоже очень легкий ревер был. А вот на этот хет мы повесим побольше ревера. Тоже с тем же самым пресетом. Только оставим его нетронутым. Да. Сюда мы повесим стерео шейпер. Для расширения. И сюда мы тоже повесим стерео шейпер. Угу. А вот настроим громкость хетов. Так, сюда тоже нужно повесить стерео шейпер. И пока мы еще не закончили, у меня к вам небольшой вопросик. Какая вам песня больше понравилась? Флэш крылья или лизер пачка сигарет? Вот в правом верхнем углу загорелась голосовалка. Также вы можете написать свое мнение в комментариях. Мне правда интересно почитать, что вам больше понравилось и почему. И продолжим. Теперь на символ повесим, как в оригинале, дилей. Ага, понятно. Вот так 10% и 50%. Похоже даже. Даже в это надо немного убавить на 30%. Можно сделать пинг-понг. И немножко расширить. Ну, мне нравится расширять. Я люблю вот всю высокую составляющую именно расширить. Да, так круче звучит. И убавить. Еще на ударный повесим софт-клипер. И дадим немножко кику. И конечно повесим святой софт-клипер. О, какой святой софт-клипер. Святой вейв-шейпер. Вейв-шейпер! Тогда можно с ним все круче. Только чуть-чуть совсем. И убавим кик немного. Вешать его обязательно перед софт-клипером, во-первых. А во-вторых, это просто такой прекрасный сатуратор. Еще можем повесить стерео-контрол. С каким-нибудь тоже пресетиком. Вот так. Теперь осталось делать самое главное. Навалить громкости на мастере. Даже многовато. Чуть убавим. Только максимус и все. И убавим бас немного. Итак, давайте теперь сделаем следующее. Перенесем все это в паттерн номер один. Уберем все из второго паттерна. И сделаем split-by channel. То есть разбросаем все по паттерну. Вот так. Переносим. Отлично. И сейчас мы сделаем структурку. И послушаем сразу после этого, что у нас получилось. То есть сначала у нас играет просто мелодия. Она будет в гросс-бите. Потом играет мелодия с пэт-басом. И клепом, и шейкером с перкуссией. Так, еще символ надо поставить. Потом играет все без кика. Потом играет все вместе и с киком. Вот и все. И теперь давайте повесим гросс-бит на канал с мелодией. Идем в пресет момента. Идем в пресет 1-2. Жмем вот сюда правой кнопкой мышки. Create Automation Clip. Делаем вот так вот. Вот так вот. Все. Можно слушать. Давайте сделаем это. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот такой вот получился трек. Да, я говорю это в каждом видео. И если вам понравился этот урок, если вам понравился этот видос, если вам понравился этот трек, этот бит, то обязательно ставьте лайк под этим видео. Если не понравился, было бесполезно и вообще неинтересно, то обязательно ставьте заслуженный дизлайк. Ну и в общем-то на этом все. Так же, как я предлагал уже, можете написать в комментариях, что вам понравилось больше. Крылья от флэша или пачка секрет от лизера. Но можете написать, попал я в настроение этого трека или не попал, вообще похоже или не похоже. И как обычно напоминаю, CloudDrap 1.0.2 недавно обновленный видеокурс, состоящий из трех частей. Каждая часть от А до Я, от набора сэмплов до готового бита, включая написание, сведение, мастеринг, всю фигню. Первая часть по CloudBit, вторая по триллу, третья по трепу. К курсу приложены все ссылки на VST, все материалы из курса и, конечно же, видеокурс для начинающих. На случай, если вы вчера открыли FL Studio, даже в этом случае мой курс вам поможет. И чтобы его заказать, напишите мне, ссылка на меня в описании, курс стоит 3.290 рублей, напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И обязательно подпишитесь на канал, если вы тут впервые и посмотрите другие, не менее, а то и более интересные видеоролики на моем канале. И на этом все, с вами был Стас, увидимся в следующем видео, пока!